Областные чиновники обсудили важную для региона программу развития культуры Ивановской области до 2018 года. Общий объем финансирования за 5 лет составит свыше 260 миллионов рублей. На эти средства отремонтируют 13 региональных и столько же муниципальных учреждений культуры, выделят деньги и на организацию новых мероприятий. Взят курс на инновационные проекты и культурные акции, привлекательные для туристов и инвесторов. Такой опыт у нас уже есть и впереди нас ожидают первый фестиваль гитарной музыки, первый фестиваль русской классической драматургии «Горячее сердце». Этот фестиваль предложен актерами Кенишемского драматического театра и будет посвящен 190-летию Островского. А также любители музыкального искусства ждут с нетерпением участия в джазовом фестивале. В программе нашло отражение и празднование памятных дат истории и культуры региона. Не обошли на заседание вопросы о судьбе зданий, отнесенных к числу объектов культурного наследия. На территории области таких 1679, и большая часть из них, как правило, сейчас находится в плачевном состоянии. Власти планируют провести мониторинг памятников культуры, чтобы в дальнейшем отслеживать их состояние. Мы надеемся на получение финансирования из бюджета Министерства культуры Российской Федерации. На сегодняшний день нами подано 49 заявок Министерства культуры, в том числе большинство заявок, связанные с охраной объектов культурного наследия. Но подтверждение о том, будет ли нам оказана поддержка, будет только в феврале следующего года. Решается в Иванове судьба музея Первого совета, который долгое время уже не действует. Губернатор сообщил, что нашлись инвесторы, и дело должно сдвинуться с мертвой точки. Пока мы просто их не будем предавать огласке, потому что мы ведем переговоры с частным инвестором по поводу музея Первого совета. Я думаю, кое-что у нас в ближайшее время прояснится, но и с концепцией тоже работаем. Если будут какие-то мысли, идеи, пожалуйста, с удовольствием мы их воспримем. В очередной раз на заседании был затронут вопрос о состоянии Ивановского цирка. Здание сильно обветшало. Проблемой Михаил Мень займется лично. В пятницу он планирует встретиться с руководством Росцирка в Москве.